Приветствую, дорогой Борис! Ты произвел очень приятное впечатление на участников нашей школы Человек будущего Homo Futurus. Тем более ты сказал, что тебе еще и картина моя понравилась. А поскольку, Боря, ты, значит, специалист по драгоценным камням, а еще и по металлу там что-то делаешь, конечно, твое мнение очень значимо. Поэтому вот эта вот Берегиня, а я тебе сейчас поставлю вторую картину, чтобы ты сразу ее оценил, хорошо? А потом уже вопрос по тому, как ты стал из-заики не заикой. Ну, ты расскажешь. Все равно заика остался. Да, ну ты-то честный человек, заика остался, но говоришь так, что это не видно, не слышно, и все люди удивляются. Как это ты смог сделать? И ты расскажи. А посмотри теперь эту картину. Эта картина называется «День и ночь». Я видел ее раньше, да, да, да. Цвета красивые, красивые. Вот цвета мне нравится. Я вам, вы знаете, что я вам потом сделаю? Я вам, мы когда закончили эфир, я пошлю некоторые изделия, вот на которых, с которыми я работал. И вы увидите вот именно вот эти камни, вот эту световую гамму. Вы увидите ее в своих картинах, в этих камнях, вернее. Слушай, а почему ты мне пошлешь потом? Давай всем покажешь потом. А я, а я, а оно у меня здесь же, на этом телефоне просто, понимаете? Давай мы в следующий раз еще с тобой встретимся. Хорошо, хорошо. У тебя на своей работе. А смотри, это называется «День и ночь» или «Ян» и «Инь», или называется «Милый, у тебя температура». Ну, как тебе она? Хорошо, нравится, нравится цвета, как красивые, красивые. А теперь, пожалуйста, Борис, мы все ждем. Расскажи, пожалуйста, как тебе удалось, я прошлый эфир наш назвал «Взлететь над собой». Как тебе удалось, ты же работал над собой для того, чтобы речь стала легкой, свободной, текучей. Как ты это сделал? Хорошо. Знаете, я сначала хочу сказать спасибо людям, которые это писали в каментах. Мне иногда так неудобно даже было, что про меня говорят. Как-то не привык к такому, наверное. Спасибо всем. Значит, смотрите, мы вчера остановились на чем, что я начал практиковать вот это состояние микроорбиты. Значит, я вначале входил вовнутрь, ощущал вот этот грубый поток, понимаете? Грубый поток энергии. Значит, грубый поток энергии – это вот там, где вы же знаете акупунктатуру, акупанчо. Вот есть вот эти потоки, ну, главные потоки. Эту энергию, ее можно прощупать. Я не знал, как, но это все-таки, наверное, ну, это сознание, здесь даже это не воображение. Тут воображение. Подожди, Боренька, я одну секундочку сделаю маленький комментарий. Значит, у нас есть две модели физиологии. Одна индийская, чакры там, и вторая – это китайская, это каналы, дзинбло, каналы. Ты вчера показывал, и новичок, если сюда сейчас зашел, пусть посмотрят вчерашнее видео. Обязательно подпишись на наш канал и YouTube-канал «Метод Лишка Сайлева», чтобы не пропускать бесплатные ликбезы, где люди выходят, задают вопросы. А я там, как специалист, помогаю решить проблемы. И потом человек сам научается управлять стрессом, использовать самую высшую из энергии, энергию страха, энергию стресса, как стресс-трамплей для решения своих нерешаемых вопросов. Это я обязательно должен сказать. Я понял. Насика, значит, вчера, вот, кто посмотрит или смотрел, ты говорил о том, что ты ее прогонял, вот так у тебя шла энергия. Вот дело в том, что дзинбло, вот, в китайской модели физиологической, это модель, на самом деле это не так, на самом деле, там чакр никаких, как органов нету, этого правила перехода доминанта, энергии. Вот, например, если иголку поставишь точно на точку, бьет током. Это Т-Чи называется, феномен отдачи. Чи – это энергия. Да. Да, по-китайски. Если в то, что пал током бьет, это по оболочке нерва идет импульс. Так вот, ты вчера, когда показывал, что у тебя вот так шло, потом вот так идет. В другую сторону. Не-не, здесь другое немного. Май и Жень Май, это главные каналы. Но здесь немножко другое, Хаса Магурина. Тут вот это, я бы, если сказать про ощущение энергии в теле, я бы все-таки выбирал, наверное, китайскую форму, потому что этот ток, он не чувствуется, вот он в руках, в ногах, понимаете? Он не чувствуется. А микроорбита, допустим, да, к примеру, медитация, ты просто ее прогоняешь, но тут уже по чакрам. Но тут связано, знаете, с чем? Чтобы обязательно научиться заземляться, чтобы обязательно круговорот или поток, окей, заканчивался на нижних чакрах, на нижней чакре, на тантен. Окей? Это очень, это, ну, это обязательно, потому что, я вам скажу, я встречал вот людей, ну, слушайте, с 82-го года меня эта тема интересует, йога, энергетика. Я встречал очень многих людей, которые там занимались йогой, у которых вот они практиковали кундалини-йогу, они практиковали какие-то сумасшедшие виды дыхательных практик, понимаете? А заземлением работать не могли, понимаете? Граундинг. Вот не могли. Вот в этом, мне кажется, китайцы немножко, ну, как бы немножко дальше пошли, что все-таки у них вот эта вот медитация, это микроорбита. Ты прогоняешь поток по микроорбите, всегда заканчивая ее внизу и потом прогоняя через ноги, как бы, соединяясь с землей, понимаете? Это очень важная практика. Я считаю, что это вообще самая одна, ну, самая важная практика. Но что самое интересное, что вот этот внешний поток, который я делал с помощью воображения, иногда... У меня с воображением вообще проблема была, вы знаете? И вот я не мог как-то, я говорю, а за чего это надо? Вообще обратите внимание, как Боря говорит. Это злоика, представляете, логоневроз. Это тяжеленный мир. А, я думал, вы говорите руками. Это с Одессы. Нет, 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 я просто, чтобы обратили внимание, потому что, чтобы они удивились, какое диво ты сотворил. Вот, чтобы они поняли. Да, ну, это повезло, поверьте мне. Это, в первую очередь, повезло и мое желание. Или мое желание и повезло, скорее, наверное. Слушай, Боря, можно я тебе одну вещь сейчас скажу? Да. Я одно время, поскольку я занимался иглотерапией, гипнозом одновременно занимался. Китаец меня учил иглотерапии, а гипнозом я занимался сам еще со школы, и всех гипнотизировал, и студентом, и так далее. Потом Феликс Узаху ассистировал, там, по 500, по 1000 человек. Я соединил. Гипноз, с иглотерапией. Каким образом? Я вызывал у человека гипнотическое состояние, и в гипнозе ему внушал, что у тебя по телу пошел ток. Ток пошел. И они мне все рисовали, там, на картинках. У одного суда пошло, у другого суда пошло, у третьего суда. Да, он Атласа-то не знал, и про каналы, и точки не знал. Но у него спонтанно те точки, и те каналы, которые были более возбудимы, они включались. И таким образом я тогда создал методику, которую я назвал гипноз, сюя, сюя, это точка, терапия, или по-русски сигнальная рефлексотерапия. Я мог посадить целый стадион людей, всем сказать, входите в трансовое состояние, гипноз, там, выходит на эту бесконечность, состояние безмятежности, и потом я им говорил, ток пошел. И у каждого идет там, где его организму нужно. Может быть, то, что ты сейчас рассказываешь, прокачку энергии, связано с этим гипнофазовым состоянием. То есть ты вызываешь у себя сам. Я понимаю, вы понимаете, разница, огромная разница между вами и мной, что вы врач, у вас есть знания. У меня, я не знаю, что я хотел, понимаете? У меня была только одна задача, окей? Помочь себе говорить. Поэтому я не создавал никакие картинки, я не создавал никакие образы, я ничего не рисовал. Все, что я чувствовал, у меня все это работало чисто на ощущениях. Прочувствовал, понял. Не прочувствовал, не мое, значит, и читать не буду, и искать не буду, и выдумывать не буду. Да, но состояние, в котором ты это делал, прогонял энергию, оно на что похоже, само состояние? Вот это вот... мелкий ток. А вот состояние психическое, нервно-психическое состояние, вот есть обычное состояние, вот я сижу, разговариваю, там смотрю, думаю, а когда ты это делал, ты сосредотачивался? Ну вот смотрите, доктор, и вот я сейчас с вами говорю, и мое сознание в ногах создают эту энергию. И я же знаю, что я чувствую, вы понимаете? Да, то есть ты искал ощущения, ощущения. А я их не искал, я их нашел. Да, ты нашел ощущения, ощущения. Да, я вообще ничего не искал. Ты одновременно, твое внимание на нашем разговоре и одновременно твое внимание на ощущениях внутри тела. Которые я создаю сам, по каким-то волевым... Возбуждаешь эти ощущения, возбуждаешь сознательно, осознанно. Да, я думаю, тут воля где-то имеет, это какое-то чисто волевое... Я сначала прочувствовал, а потом я понял, как войти в это состояние с помощью, ну все-таки, какое-то волевое сознательное желание, если так можно сказать. Ну вот смотри, например, есть ключевой стресс-тест. Люди кладут руку как на воду, воображают, воображают, что руки пошли, и когда руки пошли, они входят в какое-то состояние. И вот если там, в этом состоянии, они сделают то, что ты делаешь, у них тоже, наверное, пойдет вот это ощущение. Нет, нет, нет. Расскажи, расскажи, расскажи. Это другое. Понимаете? Вот в состоянии, где работает, в состоянии, где начинает работать вот это imagination, как воображение, исчезает ток. Так. Понимаете? Ток, потому что, когда начинается, ну это насколько я понимаю, когда начинается воображение, окей, тело расслабляется. Когда ты испытываешь вот этот, вот эти внутренние пульсации, это не пульсация, это ток. Вот реально, ты знаешь, вот как трансформатор, знаете, как стрелочка. Вибрация, вибрация. Вибрация, вибрация. По-индейски прана, по-индейски прана, по-китайски чи. Но это внутреннее. Понимаете? Есть внутреннее. Когда ты используешь воображение, окей, оно автоматически тело расслабляется. Понимаете? Даже во время, когда я делаю тайчи, окей, нужно тайчи делать не на мышцах, а на костях. Понимаете? Мышца вот, хотя ты у тебя, ты сидишь в низкой стойке, но у тебя все равно ноги в напряжении, но они расслаблены. Это как вот, вы показали кулак? Кулачок, да. Когда это определено, тут свет, тепло, комфорт, там внутри, соединение, я не инди. А со временем расслабление начинается. Вот это тайчи ноги. Понимаете? Допустим, вот потом это, вот этот ток, как только ты начинаешь использовать какую-то форму воображения, окей? Знаете, мне не посчастливилось, одна женщина прислала какую-то лекцию, которую я сильно не хотел слушать. я вообще... Но там было такое выражение «тонкий ветер». Понимаете? Да, да. Это так и есть, да. Это тибетский, знаешь, и я сразу, я сразу как-то это уловил, я говорю, слушай, я тебя благодарю, потому что, я бы никогда не додумался до этого. Нашла образ, как выразить это, да. «Тонкий ветер», на который упирается сознание. Да. Вот когда ты работаешь в тайчи, ты создаешь тонкий ветер, на который упирается сознание и дает обратную связь. Отлично. Но что самое интересное, что в тайчи, вот и как, и вот в этой, ну вот, ну в тайчи, допустим, вот этот тонкий ветер, он начинает, вот это вот воображение, которое, оно как будто со временем, с годами, оно как будто материализуется. Я понимаю, что оно нематериальное, понимаете? Но, вот я сижу, мне настолько в него легко войти, что просто я уже знаю, как расширить, сузить. Но, это то воображение, которое всегда отходит отсюда, с анахатой. Понимаете? Оно не отходит отсюда. Это не мысли форума, потому что во время тайчи, если ты делаешь тайчи и создаешь мысли-форму, у тебя сильно идет перенапряжение энергии в голове, понимаете? Должна быть точка, вот, и этой точкой оказалась, допустим, анахата, или сердечная чакра, которая балансирует верхние и нижние энергии. И только с этой точки идет расширение сужения, расширение, вообще вся игра, вот это вот воображение, вот это вот сознание, понимаете, она идет отсюда. С нижних точек, я уже столько раз это проверял, оно только идет вверх. Извините, оно идет вниз. Это у тебя так, слушай, более, самое интересное. В верхних, оно идет вверх. Отсюда оно расширяется. Вот самый интересный человек, новичок, допустим, спорит на тебя и думает, слушай, ну, допустим, кто-то заикается, или, кстати, то, что ты рассказываешь, это касается любого недуга. Заикания, там, или решение какого-то нерешаемого вопроса, который человека волнует. Этим способом можно решать. Делая эту практику, можно в конечном счете приходить к тому, что ты решаешь вопрос, который раньше касался нерешаемым. Ну, вот новичок смотрит, например, на нас. Ты рассказываешь, и он думает, лучше бы я буду заикаться. Ну, нафиг, вот такая сложная техника. Понимаешь? Он так может подумать, потому что он же не в курсе, он никогда не задумывался об этом. Подскажи, пожалуйста, новичку, что бы ему надо сделать для того, чтобы почувствовать то, о чем ты говоришь. Потому что словами это трудно передать. Видишь, это дама, о которой ты говоришь, нашла это слово «тонкий ветер». А как ты бы мог сказать новичку, вот допустим, придет там человек ему 17-18 лет, допустим, молодой парень, и он хочет освоить тай-чи, и он хочет освоить ушу, он хочет освоить там невероятные возможности нашей психи, разума, да? И вот ты можешь ему объяснить, как это сделать практически? Хосай Магомедович, вам, скорее всего, я понимаю, что вы от меня, я понимаю, что вы у меня спрашиваете, и, скорее всего, вам не понравится, что я скажу. Да. Это очень здорово. Давай, говори то, что мне не понравится. Давай. Да, но, вы знаете, это упирается все-таки, вы понимаете, это упирается в натуру человека. Я не мог, я не мог заикаться, вы понимаете? У меня, у меня не тот характер, чтобы заикаться, у меня не тот характер, чтобы меня дразнили. То есть, твоя воля, сила духа победила этот не дух. А вот эти вот методики стали инструментами. Не только, не только сила воли, не только сила духа, злоба. Ну, понятно, но то есть, ты по своему характеру свободный человек. Я пойму характер, понимаете? Я не мог быть заикой по жизни, понимаете? Я тоже. Я не могу быть, я не могу быть жертвой по жизни. У меня, это не, это не мое. Поэтому, если я не хочу быть жертвой по жизни, я буду идти лють. А некоторым это, это не надо. Это не потому, что они плохие или хорошие, и просто это не надо. Вот смотри, я тоже с детства был мечтатель. Потом я столкнулся с жизнью и зажался, у меня проблемы. Но я по сути своей, как и ты, я не могу быть зажатым. И поэтому, я пытался искать, как ты искал, и нашел, и придумал, и создал, и с другими делюсь, как я это делаю. Раскрепощаюсь. И вот, очень важно, что человек, который по своей природе, по своей природе, хочет быть свободным и не может быть иным, он все равно найдет способ, все равно найдет инструмент, все равно найдет приемы, все равно будет читать, смотреть, проверять. Поэтому только почемучки становятся великими. А есть люди, которые, как ты сказал, которые исполнители. Они не ищут, они не думают, они не проверяют, они не сопоставляют. Да, им готовое, и он будет пользоваться. Это шаблонное мышление. У меня очень часто это такое бывает. то, слава Богу, в нашей школе человек больше хомофутурис таких только единицы. Я понял. Вообще, у нас люди, которые задают вопросы, мыслят, и мы как раз таки, почему я тебя очень уважаю, потому что мы с тобой пытаемся возбудить и у новичка вот эту способность вспомнить, что он с детства мечтатель, вспомнить, что он с детства, у него дух свободы, вспомнить, что он с детства хороший, что он с детства человек, что он добрый, честный, искренний. Просто где-то ему это дело загрубили, где-то его неправильно подвоспитали, где-то ему неправильные советы давали, где-то из него делали исполнителя. А сейчас мы хотим, чтобы человек был творцом. И поэтому вот наши с тобой беседы для меня очень важны, так и для всех людей. Поэтому очень хорошо, что ты говоришь. Опять же, это вы хотите, чтобы человек был творцом? Если человеку не надо, это он никогда не Я ему хочу напомнить, я ему хочу напомнить, пусть вспомню, о чем он стал в детстве. А тут вы понимаете, когда человек будет готов, он будет готов. Вот вы знаете, я проверял, допустим, ну, это же одно и то же, понимаете? я еще в 90-е пришел вот к этому микродвижению. Я просто назвал это микродвижение снимает напряжение. Понимаешь? Ваш... ключ, да. Понимаете? Потому что я понял из-за меня, почему микро, потому что, допустим, вот я смотрю, как люди иногда делают, ну, допустим, покачивание, да? И я тоже так начинал в 90-х, когда я хотел запускать. Потому что все тайчи, это вот это вот покачивание. Автоколебания на разных частот. Автоколебания, да. Но потом, когда я начал непосредственно работать с энергией, я хотел сохранить, я хотел дальше дать выход воображению, окей, и снизить амплитуду движения. Понимаете? Поэтому в какой-то момент я понял, подожди, подожди, вот это вот микродвижение, а вот это все равно оно создает одно и то же. И я дошел до такого момента, допустим, да, когда микродвижение даже делать не надо было. Понимаете? Оно само по себе. Вот я сейчас с вами, допустим, разговариваю и могу вот прокручивать вот шалтай-болтай, допустим, ваш, допустим, или вот руки расходятся. Я могу, чтобы у меня просто... Ну да, 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 внутри это все, да. Но это года, понимаете? Если бы я в то время, возможно, был с вами знаком, так мне бы и тачи не надо было. Слушай, интересное дело. Я это всем объясняю, что в цигуне, когда они делают эту практику, некоторые люди делают ее чисто механически, как акробатику. А речь идет о чем? Можно с помощью выхода на ключевую состояние, например, не получается у тебя так легко, не получается у тебя так гармонично. Поищи действия, которые у тебя гармонично получаются. И когда ты делаешь несколько раз гармоничное движение, ты выходишь на состояние, и потом и тачи гармонично получается. То есть у нас прямой вход, ключ это прямой вход. Тачи, Тачи, вы понимаете, в чем проблема Тачи? Вот как-то вот я подобрал, вот я вам вчера говорил, мою скорость под меня, вот мне надо было. Мне нужно было усилить сердцебиение, чтобы при этом оставаться спокойным. Человек, который медленно делает, понимаете? Ну да, по трафарету, по трафарету делает, как они показывают, да, и они понимают, о чем речь идет. Он не создает поток. Синхронизация, он делает в своем ритме. Пока человек не создаст поток из микроорбиты, из шалтай-болтай, вот это же, ну это же тоже поток, вы понимаете, это же все поток, это все одно и то же. Пока ты не научишься находиться внутри потока в состоянии, в состоянии, как вы говорите, безмятежности, в состоянии ноль, окей? Вы когда-то сказали самадхи, ну я не сильно понимаю, что такое самадхи. Ну это в Индии, самадхи это свобода сознания. Не, 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 я знаю, что такое самадхи. А я понял, ты имеешь в виду об ощущениях, да. Я не знаю, что другие люди просто ощущают, понимаете? Но я... Дао, дао, по-китайски дао, там самадхи, в буддизме это будет нирвана, в Японии это будет зэн, да. Окей, значит, знаете, мне всегда была, у меня была любимая книга, не помню, когда написал, киворкиан, киворкиан, кайса, армянин, который родился в Турции и жил в Англии. Значит, эта книга называлась «Щибуми». Окей? Значит, «Щибуми» это в переводе с японского на английский. Это «Art of Effortless Perfection». Значит, это искусство недеяния, если так можно сказать. Окей? Искусство недеяния. Да. Вот вы понимаете, и вот в этом искусстве, вот этом нулевом состоянии, ну, как вы говорите, допустим, нулевое, это понятно, что нулевое состояние, потому что, а почему нулевое? Потому что в этом состоянии ты можешь, вот почему, знаете, вот как только я начал читать что-то про сознание, почему вот толком про сознание никто ничего не может, вот толком, вот физики, вот вроде говорят, да, а вот толком не могут сказать, понимаете, что такое сознание. Так, так, а я понимаю, потому что по ощущениям. Ну, как можно сказать про что-то, где и там, и тут находятся одновременно, и ты, и ты при этом находишься в состоянии ноль, и какой-то свидетель внутри тебя наблюдает за состоянием ноль и за расширенным состоянием сознания, где идет на плюс и на минус. Ну, как это? Состояние, у нас есть Любовь Абакумова, которая заметила в нашей школе, есть участник вот такой вот, заметила, что у меня есть картина, и участник события, и его свидетель. Я, кстати говоря, ну, в следующий раз покажу, если ты согласишься еще раз выйти. Я очень счастлив, что мы с тобой дружим. И дело в том, что вот это состояние одновременного присутствия и отсутствия, одновременно, когда человек, например, бывает, вот он сидит, а ему другой говорит, и я же тебе что-то говорю, ты что, спишь, что ли? Он говорит, да нет, я думаю. То есть он отстранился на секунду, одно внимание у него на беседе, а другое внимание где-то там, где он решает какие-то вопросы. Вот это вот, когда человек может не отоджесляться, как йоги говорят, с пальцем, с болью, со своим горем, не отоджесляться, а когда его целое выше, чем часть, когда он выходит из части. Это же в математике теорема Гёделя. Чтобы решить какую-то задачу, надо выйти из нее и посмотреть на нее со стороны, сверху. То же самое у нас, когда мы делаем шалтай-болтай, например, или руки всплывают, расходятся, и мы выходим на это состояние легкости, это состояние внутренней свободы, и в этом состоянии мысли, которые у тебя текут, уже эмоционально ничего внутренне не трогают. Ну, любое состояние. оно эмоционально... эмоции... Да. Я вам... Хорошо, тогда я вам расскажу еще одну историю, которая со мной случилась. Значит, ну, так по жизни получилось, что в 96-м году мне пришлось, ну, как бы, ну, арестовали, в общем, за неуплату налогов, если так можно сказать. Да. Я посчитал, что не каждый должен платить налоги. Ну, понятно. Тебе так показалось, да. Мне показалось тогда. Но, все дело в том, что там действительно не было ничего такого серьезного, просто это были 90-е года, в России это были у вас это были лихие 90-е, а у нас это было, как... Они везде искали какой-то... Ну, русский, русский, хотя я давно американский паспорт, но во всех газетах Russians, ну, русский, русский, русский. В общем, русский. Значит, в двух словах, значит, в 6 утра пришли участники эти вот, ну, ребята с FBI, FBR, как у вас называлось, не знаю, и, ну, пистолет в голову, поехали. Значит, ну, конечно, слушай, напуганный, знаешь, но как-то вот, единственное, что я помню, что я, я сразу впал, ну, я был расслаблен, хотя, знаете, я, ну, опасная ситуация, но я все равно был под контролем, я, у меня эмоции были под контролем, да, даже, даже до такого момента, знаете, что вот, в здании суда, когда там тебя или выкупали, или не выкупали, у меня сидела моя мать, и я офицеру сказал, слушай, тут в зале моя мать, пожалуйста, не одевай наручники, и он не одел, что-то там уморали, кричали, но это не в этом дело, значит, вечером мы приезжаем, и в какой-то момент, ну, я покороче, да, в какой-то момент я впадаю, я помню этот момент, я впадаю в состояние, которое в 96-м году я не очень понял, окей, значит, на следующее утро я встал, ну, смотрю, вокруг там 80 человек, 160 человек на этаже, и вы знаете, я, я, а я был в хорошем настроении, понимаете, я даже был в таком состоянии, я бы даже был в настроении, мне было хорошо, я сел за стол, и думаю, блин, ты что, дурак, что ли, ты, ты смотри, сколько тебе там грозят, эта вот посадка, ну, как ты можешь быть в таком состоянии, 10 дней, касай, 10 дней, пока меня не выкупили под залог, я находился в этом состоянии, 10 дней, я находился вот в том состоянии, которое вы наливаете, это вот называете нулевое, в этом состоянии, значит, я не чувствовал, ну, надо быть дураком, наверное, чтобы не чувствовать опасность, чтобы не чувствовать fear, fear, боязнь, понимаете, рядом же, слушай, с тобой разный контингент находятся, некоторые пожизненно, понимаете, но я находился в состоянии, вот, безграничного, безразличного, безразличного, нет, 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 не безразличного, безграничного, безнадежного, поэтому безразличного к этим фактам, я, наоборот, у меня было, я сразу включился в работу, что касалось меня, понимаете, я сразу как-то там с кем-то подружился, да, 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 вот я тебе скажу, у меня одна бабушка рассказывала, судили ее внука, и она сидела, и она так нервничала, и вот что сейчас скажут, что сейчас скажут, любимого внука судят, и она так докипела, до такого нервного пика, что потом раз она говорит, и вдруг меня разом отпустило, я сижу, меня нервно так покачивает, и мне говорят, все безразличное, мозг так устроен, да, мозг так устроен, что на пике напряжения, будь то в беге, например, бежишь, и уже не можешь, когда бежать, берешь волю в кулак, и вдруг раз отпустила, и бежишь на автомате, и второе дыхание, но это напряжение вызывает расслабление, это поток, это поток, и ты продолжаешь думать, о чем думал, но уже, уже, без этих ограничений, это поток, вот ты говоришь, я сразу нашел, как там с ними разговаривать, правильно, потому что, я не нашел, ты почувствовал, ты у тебя лихой, это стало естественным образом, естественным образом, вот, естественно, это называется, ты перешел дзен, то есть, ты почувствовал дзен, это называется, ты нирвану почувствовал в деятельности, это поток, у мусульман, это называется, у суфистских мистиков, фана, растворение с Аллахом, если человек в этот момент о чем-то думает, он решает эти все вопросы, естественным образом, естественно, это значит, автоматически, автоматически, то есть, не затягивая усилия, энергии. Вы понимаете, я не мог представить, что я в нем буду находиться 10 дней, через 10 дней, когда, когда меня, ну, отправили на свободу, можно сказать, да, слава богу, все, это закончилось у меня, да, на, еще, а я про себя думаю, блин, вот, как бы я дольше хотел находиться в этом состоянии, потому что я чувствовал, как оно постепенно, постепенно, постепенно уходит, и оно постепенно ушло, окей, но все-таки, находясь столько дней в этом состоянии, понимаете, я нашел все-таки дорожку опять к нему, понимаете? Именно ты испытав это однажды, состояние абсолютной внутренней свободы, получил ноту ля, как говорится, для настройки пианино, то есть ты потом всегда мог его найти, потому что ты уже знал, что ты ищешь. Я знал, что я ищу, понимаете? Поэтому, поэтому, знаете, поэтому в тайчи в какой-то момент я подумал, ага, как же входить в это состояние, как же входить в то, а потом я просто искал ключи, как быстрее к нему подходить. Я, допустим, один, я помню, один год, допустим, я был, я был в Доминиканской республике, и так получилось, что 9 дней около океана, а там же волны, знаете, там же волны, целый день ты только слышишь волны. На пятый день, на пятый день я начинаю делать опять мои упражнения, и я уже только слышу волны, понимаете? И я думаю, блин, подожди, значит, надо по-другому немножко. И я уже, слушайте, я уже тогда, я уже тогда 15 лет тайчи делал, я поменял систему, я поменял, ну как-то, у меня вот, вот это вот, уже не было, как бы, дыхание, знаете, оно все равно произвольное, но оно со звуком, оно с маленьким вибрационным звуком, которое еще больше, подстегивает, подстегивает вот этот вот воображение, чтобы войти в состояние, состояние нуля, состояние потока, безмятежности, или где симпатика, симпатические, симпатические, и пара симпатична выходят на один, баланс, понимаете, баланса, понимаете, в общем, я хочу сказать, Боря, по ходу сразу, что участники школы нашей понимают и знают, уже практикуют, подбор движения путем перебора по критерию максимальной комфортности, и оказывается, то, что ты делал в течение ряда лет, тот вариант пробовал в Тачи, этот вариант пробовал, это можно сделать за короткое время, разные движения, с разными частотами, и примерять их, как платье в магазине, и что вам подходит, и вот то, которое резонирует с вами, которое вам хочется дальше продолжать, будь то хлест, будь то шалтай-болтай, будь то лыжник, будь то дирижировать, будь то плавание, по полминутки, если вы делаете, примеряетесь, вам подходит или нет, и вы выходите в это состояние, когда вы продолжаете. Хасай, а знаете, что самое еще интересно? Да. Самое интересное, вот я делал какие-то определенные практики, ну, Тачи у меня религиозно, каждое утро это, значит, а потом какие-то трактики, это вот какие-то практики я оставлял на электричку, потому что мне до Манхэттена ехать целый час. Там качается, качается. Я думаю, а почему мне дома не хочется это делать, понимаете? Я постарался, знаете как, я старался вот взять какие-то отдельные, отдельные элементы тай-чи и просто вот чисто воображением их, ну, работать с потоком, чисто воображением. Допустим, дома я никогда это даже не хотел делать. В электричку сел, а там я понял, начиналось покачивание. Покачивание, да, конечно. Там начиналось покачивание, и там вот это вот покачивание, у тебя тело немножко раскачивается, у тебя вот этот поток. или холоду, кто не доспал, начинают засыпать, а кто выспался, хорошо, при этом покачивание, чувствует полноту энергии, пошло раскрепощение идет. Так у меня, это исходное состояние, какие у вас задачи. Надо так относиться, да. Потому что, когда человек говорит, дайте мне упражнение, я его буду делать, ну, по-шаблону, как исполнитель. на самом деле, ему это упражнение может не подходит. Ему может быть другое надо. Конечно. И он должен научиться перебирать разные варианты по полминутки и минутку и приспосабливать себе, подходит или не подходит. Это называется развитие, развитие мышления. Потом любые другие задачи будут решать быстрее и проще, естественнее. А потому что на школе так не учили, нас учили только подражать. Делай как я. А говорили, что подход должен индивидуальный быть, а на самом деле говорили, делай как я. Или делай как Петр Иванович. Вот смотри. Делай как я, делай как мы, делай лучше нас. Да, да, да. А в нашей школе мы учим, как делай как ты. Но для этого перебирай разные варианты, как примеры и примеривай к себе. Вот, Барит, очень интересно сейчас рассказывать, что ему на это потребовалось столько лет жизни. Ну, он как естествоиспытатель, как человек свободный, искал то, что ему подходит. Так вот, есть такие люди, и слава Богу, их большинство, которые ищут, как быть свободным. А есть люди, которые ищут, под кого лечь, кому подражать. Тут, тут, тут уже, знаете, тут, наверное, если человек верит в карму, тут уже, вы понимаете, я вам скажу такую вещь, что вот, ну, опять же, вот, ну, я лично, на моем опыте, чем больше ты практикуешь вот это состояние расширенности, чем больше ты практикуешь вот это состояние extended consciousness, вот мне по-английски нравится, это расширенного сознания, тем больше, тем больше ты все-таки получаешь вот эту биологически обратную связь, и тебе уже, понимаете, оно, у тебя в мозгах происходит перенастройка вообще всего, что у тебя существовало в жизни. Ты уже не можешь не быть, ты уже не можешь не быть свободным. Ты уже не можешь, вы понимаете, вот я бы даже сказал, что вот именно вот здесь, окей, вот именно здесь рождается новая личность, вы понимаете? Да, правильно. Рождается вот, вот ваше, понимаете, рождается реально новый человек, наверное, про который Ницше когда-то говорил Uberman. Правильно, правильно, об этом говорил этот самый город Аурувиль создал, как его создатель интегральной йоги, Шри Арубиндо, новый человек, он же тоже чувствовал это состояние, но никак не могли они выразить его. Они говорили, с матерью у него, там ему помогало, они говорили, это не транс, это не транс, это что-то, никак не могли выразить. Будда тоже не мог выразить, знаешь, вот многие пишут, я изучаю, будет глубоко, там пишут, там пишут, что ему говорили, это вот это и рассказывали, нет, он говорит, это не это, а это вот это вот рассказывали, нет, это не это, а что же это, он не может объяснить, потому что это такая тонкая вещь, которую пока ты не испытаешь, ты не поймешь, и поэтому вот много людей, которые цигуном, у меня мой учитель, китаец был, фуган, очень замечательный учитель по иглотерапии, но он занимался каждый день цигуном, от него ученица ко мне приехала, которая иглотерапия, я говорю, ты цигун знаешь, знаю, сделай, покажи мне, она мне чисто механически показала, потому что много людей, которые цигуны, йогу, они выполняют ее чисто механически, как акробатику механическую, они не понимают, что йога и цигун это как раз-таки инструменты для достижения внутренней свободы с помощью различных упражнений, которые они осваивают, для различных дыханий, медитаций, состояния внутренней свободы, если любой человек, вот новичок, например, зашел к нам, вспомнит, когда он в детстве играл, в кубики играл, прыгал там, в классики играл, или еще что-то, холохоп крутил, или плавал там где-то, если он вспомнит, когда он был счастлив, если он вспомнит, как он делает любимое дело, что в любимом деле он не замечает ничего вокруг, он играет, он любимый, у него полна энергия, поэтому у него игривое состояние, в этот момент он и находится в этом состоянии, в этом состоянии как раз внутренней свободы, если он это вспомнит, он тогда эту ноту ля поймает и сможет себя на это настраивать, выполняя упражнение, кстати, Боря, вот ты из Одессы, да, а вот там же Харьковская школа была еще в Украине, очень мощная Харьковская школа, психотерапевтическая, которая лечила заикание, я вот помню, я вот помню, что заики предлагали во время заикания дирижировать себе, дирижировать, какой-то ритм себе задавать, вот там же этот фрагмент уже был, о чем ты говоришь, то есть по существу подбирать себе состояние, в котором ты легче решаешь нерешаемую задачу. но все дело, понимаете, но все дело в том, что, ну вот представьте, вы понимаете, что вот это просто, знаете, как вы меняете, окей, знаете, вот допустим, когда человек заикается, он иногда перед словом, которым он знает, он будет заикаться, он или языком щелкнет, или подставит что-то, какое-то. Трамплин нужен ему, да. Да, ему нужен трамплин, какое-то слово, или какое-то отвлеченное движение. Вот ты заикаешь, раз, и ты перестал. Вот у тебя сознание пошло туда, внимание пошло туда, ты освободил. Смотрите, как Боря говорит, да, чисто разговаривает, да, это заикает, представляете, да? Вот молодец был, потому что он вот правильно Боря сформулировал, человек по духу свободный, он ищет потом, как эту свободу воспроизводить себе, в чем бы он ни занимался. Вот это очень важная сегодня получилась у нас с тобой встреча, а это уже чигун вы применяете, йогу вы применяете, на пианино играете, ключ применяете, это инструменты. Это инструменты. Да, это инструменты. Перебирайте эти разные варианты, ищите, когда у вас ваше дело идет легко, свободно, запомните это состояние. Да. И его пытайтесь в любом другом деле получать, воспроизводить. Хасай, я выбрал длинный путь, вы понимаете, но мне просто, слушайте, это был 88-й год, представляете, кто вообще что-то про это дал. Хотя, вы знаете, Хасай, я застал в Америке уникальное время, уникальное время. Я вам скажу, здесь в то время был один в Манхэттене на 5-й авене и 14-й улице был один магазин назывался East and West Bookstore. Восток-запад книжный магазин. Значит, этот магазин принадлежал Гималайскому институту йоги. Я еще поймал то время, когда вот был, он уже закатывался, да, но тогда еще было вот это 70-е года, вот когда вот эти мастера Свами Рама, Шивананда, все эти начали сручать. Рама, Шивананда, этот бизнес-суфернер. Понимаете, я еще все-таки застал немножко эти времена. Я помню, когда заходил в этот магазин. О, шо, 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 шо там был, шо. Вы знаете, я вам скажу честно, вот Оша почему-то, вот я поднял книгу 15 страниц и потом как-то не знаю. Ну, понятно, потому что он нравится. Вот смотри, Боря, я еще одну вещь хочу сказать. То, о чем ты рассказывал, как на пике напряжения, потом ты вдруг почувствовал это состояние нулевое, как это долго у тебя было. Ведь об этом же самым рассказывал в своих книгах американский психолог, который в Голливуд весь покорил тем, что он там их учит медитации. Я забыл, как его зовут. очень известное имя. Сила момента, он писал, сила момента. Махариши, Махариши. Махариши это раньше, Махариши это индийский. Американский, американский парень, который с Голливудом работает, психолог один. Как же его фамилия, слушая, но я там вспомнил, там я в коменте на письме. Робные. Сила момента, как-то он называется. Ой, господи. Он тоже так вот. У него... А, да, 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 еще раз повторюсь, еще раз. Эрхартоли, да, Эрхартоли, да. Он же там говорил, писал, что он много времени чувствовал депрессию и в какой-то момент он сидел и вдруг все отпустил и он понял. И вот он теперь потом стал это находить в Махабхарате и комментировать. Абрама Яни и стал комментировать, что это вот там есть описано, там есть описано в этих древнеиндийских эпосах. И он там в каких-то других книгах. И он всех этому учил. И очень такой известный. Он актеров голливудских учил. Потом он приезжал в Москву белые облака, по-моему. Я видел это видео, как они его встречали вот так вот в этих белых облаках. А потом он, чтобы показать им, как он это делает, показал обычную медитацию. Вот так вот. И вот именно это и показал ключевые действия. Хатай, я вам скажу такую вещь. Окей? У нас в Одессе это не едят. Понимаете? Нужен, нужен, вот опять же, смотря кому, что надо. Мне нужен был метод саморегуляции. Да. Окей? Который оказался самым быстрым, самым эффективным, чтобы ввел лично меня в какое-то состояние. Понимаете? Пока ты не, знаете, пока ты не будешь работать самостоятельно, опять же, я только о себе говорю, пока я не начал работать непосредственно с потоком. Понимаете? Пока я не понял, где находится мое сознание. Да. где находится мое внимание. Понимаете? Сейчас я тебе кое-что покажу. Да, да, да. Я ее еще дорабатываю, еще не сделал, но хочу показать. Это называется мечтатель. Это по теме. Наташа, помоги, пожалуйста, мне. Вот так поставим. Помоги, пожалуйста. мечтатель. Сейчас. А ты, а ты как специалист по драгоценным камням, которыми занимаешься и делаешь металлы, металлы, покажешь в следующий раз свои. Я вам пришлю, это вот, я вам пришлю один из моих любимых, у меня кольцо есть, значит, там оранжевый сапфир, оранжевый сапфир. Смотри, как это, мы не вот это платье, это точно свет оранжевый, оранжевый сапфир. Ну вот, мне кажется, я еще глазик здесь должен немножко сделать. Тут, 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 тут я плохо вижу. Может быть, свет надо вот этот вот немножко вот так, нет? Тут я плохо вижу, это во-первых, а во-вторых, тут я не советчик. Да, но я там подправлю, подправлю. Слушай, Боря, мы сейчас наберем комменты, это вопросы к тебе, и ты, пожалуйста, найди время там на них ответь, и ты завтра или послезавтра когда-то можешь еще, чтобы мы вышли, потому что мы же главные вещи еще не сказали, потому что ты же еще скажешь, а в чем, собственно говоря, у тебя интерес ключу, если ты все это знаешь. Вот в чем? Подождите, подождите, вот я, вот смотрите, я вам ну, один раз рассказал, допустим, да, что вот в 90-х годах тут началась такая, знаете, как, ну, русские книги появились, русская литература, как-то все, как-то вот эта новая спиритуальность, и у меня товарищ был, он говорит, а ты когда-то читал Кастанеду? Я говорю, нет, он говорит, так ты не читал Кастанеду? Я говорю, нет, он говорит, а ты что, вот пойти там купи первую книгу, я действительно пошел, купил первую книгу на русском языке, я помню, ехал в электричке, я ее так читал, с таким, я просто, ну, как-то впивался в нее, да, еду обратно домой с электрички, читаю, вышел с электрички, положил на скамеечку, не мое, пошел дальше, не хочу, не хочу знать то, что мне не надо, понимаете, вот просто не хочу знать то, что мне не надо, то, что я не чувствую, то, что я не ощущаю, оно мне не, ну, может быть, я не дорос до этого, ну, значит, не суждено, понимаете, ваш метод, понимаете, Хасай, вы же, вы же врач с большим опытом, понимаете, я, я закончил среднюю школу и дальше не пошел, понимаете, иммиграция, в 79-м году надо было работать, нужно было что-то как-то зарабатывать, и то мне повезло, как-то я устроился в ювелирную школу, знаете, я быстренько расскажу одну историю, наверное, вам понравится, это ювелирная школа, в ней мы с 8 до 12 учились ювелирному делу, а с 12, с часу до 4 или до 5, не помню, учили английский язык, и, ну, там были 10 человек, ну, человек 60 было, американцы в основном, человек 80, и 10 пацанов из них были, ну, одесситы, кто с Киева, ну, в основном одесситы, пацаны, тогда иммиграция была одесская, ну, мы как, ну, слушай, нам по 17 лет, понимаешь, нищие, нищие, думаю, блин, ну, как же тут заработать хоть 5 копеек где-то, в общем, мы начали орудовать, ну, кто как, по-своему, да, а рядом со мной сидит человек, да, а мы познакомились и говорим, Сергей, а я вижу, он взрослый уже, я говорю, Борис, знаю, ну, он так работает, я понимаю, что у него руки к этому делу вообще не стояли, он один раз ко мне поворачивается, говорит, слушай, Борис, это был, это был, я когда с ним подружился, да, а это был Довлатов, Сергей Довлатов, я поэтому знаю, что вы в курсе, значит, и он меня спрашивает, скажите мне, а он всех, называл на «вы», ну, говорит, Борис, скажите мне, а вы с Одессой? Я говорю, да, Сергей, говорит, а можно еще один вопрос? Я говорю, ну, конечно, а у вас там была советская власть? Я говорю, конечно, я говорю, Сергей, а что вы спрашиваете? Да вот я за вами наблюдаю, я вообще не представляю, вы так приспособились, вы так быстро вошли в систему, как тут надо, я не знал, вы его знали, но уникальный человек был, ну, конечно, конечно, уникальный, уникальный человек был, поэтому, это, знаете, поэтому, поэтому, какое отношение? А знаете, я вам еще хочу сказать одну вещь, вот то, что с вами было, а ваше видео, допустим, вот эти ваши видео, вы говорите на многие вещи, как врач, которые я просто не могу знать, понимаете? Вы говорите про сложные вещи, простым языком, как врач, как человек, который посвятил науке, понимаете? Это хорошо или плохо? Конечно, хорошо, поймали, поэтому, поэтому, я это говорю не как врача, как философ врач, и как художник, и как психолог, если бы я не соединялся во всех этих междисциплинах, я бы не нашел эти слова, я ни от одного врача не слышал вот того, что я рассказываю, я обучаю врачей, они тоже не слышали эти слова. Я понял, но вы все равно, что я не преподавил, но все равно у вас... Мышление клиническое, да, клиническое мышление, потому что я с больными много работал, и стеракта выводил, и учил первых психологов МЧС, этому и так далее, и многих чемпионов мира учил, то есть, мне посчастливилось, как ты говоришь, и удача была, мне посчастливилось, что я работал со всеми группами населения, и военными, и невоенными, и детьми, и их родителями, и бабушками, поэтому у меня получилось найти общий язык, общий язык, как проще объяснять. Но до этого я все время думал, как ты, вот 25 лет ты думал, как соединять это все, как тай-чи правильно это использовать. Я тоже точно так же, то есть, мы с тобой люди на своем месте. И мне кажется, если каждый человек, который чем-то занимается, будь то врач, или ювелир, или психолог, или там рентгенолог, неважно, если он занят своим любимым делом, он всегда найдет это состояние свободы, он всегда найдет, как это объяснить другим людям. Ты прекрасно сегодня это объясняешь, причем на чистейшем языке, без всякого заикания. Ну, правда, я послушал вчера свое видео, думаю, ну какой бруклинский акцент, по-русски с бруклинским акцентом. Шикарно, шикарно. Ну, я знаю, что у тебя дочь психолог. Да, она получила лайсенс, ну она доктор психологии, но у нас, чтобы стать еще, иметь свою, ну чтобы свое дело, как бы иметь, ну в виде своих клиентов, ты все равно должен еще получить разрешение на это. Она училась, она молодец. Мы ее поздравляем, мы ее все-таки поздравляем, я надеюсь, в моем лице вся школа тоже готова. поздравляем. Да, у меня дочка, Шейла, психолог профессиональный, и Алена Леев тоже психолог профессиональный. Всю жизнь со мной они работают вместе. Классно. Хасай, а вот что вы, вы один раз рассказывали, что вот когда вас откинуло, когда вас что-то, вы почувствовали, что вас затягивает какая-то, какая-то как пропасть, какое-то вот это состояние, что вы думаете это было? Слушай, я это готов рассказать, ну давай мы это сделаем в следующий раз, потому что оно связано со стихотворением «Меня пронзила бесконечность, разумность жизни, беспредельность, вечно рядом с нами находящаяся, но непроявляемая, и в этот миг мой рваный меня спасла». Вот это состояние пика напряжения и вдруг исчезло со всем своим мирозданием и оставив во мне вечный след, мне вечно размышлять о том, чем я столкнулся с собой и с космосом каким. И понимать, и понимать, что эту тайну мне не раскрыть и в диалог не дотянуться. То есть это объяснить трудно, потому что есть нечто выше нас, законы природы, сама природа с большой буквы, в которой мы, и когда мы выходим на это состояние нуля, мы с ней соединяемся, а это значит с нашим подсознанием, в котором такая база данных. И когда мы решаем какую-то задачу, мы подключаем это подсознание, и если мы тренируемся практике нуля, мы подключим. Хасай, ну я понял, слушайте, я понял, что время, да? Скажите, а вот я хочу в следующий раз, если будет возможность, с вами поговорить на другую сторону. Давай. Другую сторону. Вот мы говорим, допустим, что да, мы входим в состояние, допустим, ноль. Да, я понимаю, что происходит, когда происходит расширение сознания, расширение энергии. Я понимаю, что в этом состоянии, когда ты соединяешься с бесконечностью, я понимаю эти ощущения, да? Но ведь есть же другая сторона состояния ноль. Ну, конечно, есть. Давай поговорим. Ну, завершая сегодняшнюю встречу, хочу сказать, когда просыпаешься утром, и вот между этим состоянием сна и божествования еще находишься, или когда засыпаешь, но еще не зашел в сон, вот это промежуточное состояние между рациональным умом и нерациональным умом, вот это состояние нулевое. И вот я сегодня, допустим, проснулся утром, я о чем-то думаю, и там все так складываются, пазлы, единовременно, миллионы пазлов складываются. А потом я уже вошел в обычное состояние, и они распались на кусочке. Я уже на чем-то сосредоточился, и не могу вспомнить, ведь я же только две минуты назад, так хорошо все. Да, но это, да, да, это я понимаю. Вот это есть состояние, и как его получать, любой нужный, бодрствование. Меня интересует другое, мне интересует состояние зла. Давай поговорим на эту тему. Да, очень хороший вопрос, очень хороший вопрос. Может ли человек злой, агрессивный, обретая по практике ключа это состояние внутренней гармонии, состояние... Чтобы еще больше усилить свою злобу, чтобы в эту злобу затянуть еще больше людей. Я тебе сразу скажу, что это состояние восстановительное, а когда человек восстанавливается, он перестает быть агрессивным. Да, это правда. Это если оно расширенное, но ведь все, что расширяется, еще и сужается. Ты говоришь о том, может ли человек, например, изобретатель, использовать это состояние, чтобы изобрести триядерную бомбу? Может, конечно. Поэтому я ключ-2 даю только в маленьком, ограниченном объеме и элементами, которых вполне хватает, чтобы человек был здоровый и счастливый. А ключ-2 еще имеет некоторую секретную часть, которую я никому никогда не даю, чтобы кто-то не изобрел у себя на кухне вот эту триядерную бомбу. Просто... Просто у меня этот вопрос. Тайчи, тайчи, все-таки у тебя есть расширение, но есть же и сужение. Понимаете? Я понимаю, что... Хорошо. Касай, давай... Мы обсудим в следующий раз. Хорошо. Ну, я тебя прошу, Боря, не откладывай надолго, ладно? Ну, все дело в том, что я завтра работаю 5 дней. Но вечером, но вечером, если хотите, скажите, какой день. Мы спешимся, через 2-3 дня мы проведем. Ну, ты, пожалуйста, покажи изделие свое какое-нибудь. Я вам пришлю. Я обязательно... Не надо мне присылать. Я хочу, чтобы ты всем показал. А я не знаю, как это сделать. А вот так на видео не можешь показать. Не-не, они у меня на картинках. На картинку покажи вот так вот. Не-не, они у меня на картинках на телефоне. А, ну, мы подумаем, как технически сделать. У нас есть Влад Орлов, у нас есть еще другие наши добровольные помощники в школе. У нас очень много, очень-много очень людей, которые тут же готовы помочь. Он может эти картинки тебе прислать. И мы продемонстрируем. Наташа мне подсказывает, может, ты мне картинку пришлешь, а я что сделаю? Мы их продемонстрируем. А мы их продемонстрируем. Я так и сделал. Да, 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 да. Касай, я так и сделал. Боря, я тебя обнимаю. Я тебя обнимаю. Я вас обнимаю. Я счастлив, что мы дружим. Мы нормальные человеки. И я хочу вся наша школа Человек Будущего, Homo Futurus, на самом деле, школа человечности. Привет тебе. До встречи. С участникам школы. Здравствуйте. Это Светлана. Всем привет. До встречи. До встречи. Пишите комменты, вопросы пишите, Борис, чтобы мы на следующий раз отвечали.